Депутатские мандаты даются политической партии, не конкретным депутатам. Вот здесь есть какие-то определенные моменты интересные, нестыковки в самой Конституции. Но написано так, мандаты даются партии. Теперь, люди голосовали за партию. Никто не скажет, что я голосовал конкретно там Ташматов и Шматов. Любой скажет, что я голосовал за партию. Вот из этих посылов, исходя, мы можем сделать следующий вывод. Что фракция, она должна выполнять программную установку своей партии, которая привела их в парламент. И народ голосовал за эти программы. Хорошие, плохие, это не об этом речь. Народ голосовал за эти партии, за эти программы. За лидера, который представлял. Это первый момент. Следующее. Теперь фракция говорит, и опять-таки в Конституции написано, независимо от партии, так написано, может принимать решение в калиции быть, не в калиции быть и так далее. Вот такое противоречие в Конституции есть. Но политической стороны, надо сказать прямо, возникает такой диссонанс, коллизия. С одной стороны партия, которую голосовал народ, и партия представляет, да, в лице фракции. И фракция, которая, скажем так, плюнула на своих партий, грубо говоря, и делает, что хочет. Таким образом, она становится нелегитимной, не имеющей доверии. Из ДПК фракции. Фракция нелегитимная, вы считаете? Она является, по сути, нелегитимной. Это не понятие, что она незаконная. Но она в парламенте сидит. Нелегитимная, а значит, она не имеет доверия. Таким образом, нет у нее политического доверия. И отсюда возникает вот этот диссонанс, коллизия. Вот. И сразу возникает вопрос. Если фракция не представляет свою партию, кого она представляет? Сами себя. Так вот, а по Конституции она должна представлять свою партию. Вот эта коллизия возникла. Обычно это называется парламентским кризисом. Часть... Чему это могло привести в нормальную ситуацию? По идее, по идее, да, по идее. Эти депутаты должны были проявить мужество и сказать, мы должны уйти в отставку. Давайте новые выборы сделаем. Для того, чтобы и изменим вот эти моменты. Ну, конечно. Но они на это не пойдут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok